Доброе утро, мои дорогие коллеги-садоводы! Сегодня я хочу вас познакомить с замечательным растением, которое не так часто находится в наших садах, но кто выращивает, несомненно, знает пользу этого растения. Это вот такой чудесный китайский лимонник. Это лиана, достаточно крупная, хорошая, высокорослая лиана. Листики вот такие кожистые, очень плотные, вот такие эллиптической формы и достаточно такие вот стволы жестковатые. Для того, чтобы эта роскошная лиана хорошо росла на вашем участке, конечно же, нужно обеспечить ей поддержку в виде опоры, либо шпалеры, либо какой-то сетки. Что даст нам это растение? Во-первых, китайский лимонник очень ценен за счет полезных свойств, потому что ягоды, которые созревают, да не удивляйтесь, там созревают ягодки на этом замечательном растении. Ягодки по форме напоминают красную смородину и созревают такими кисточками, только вкус достаточно специфичный, из-за того, что в ягодках содержится большое количество разных веществ. Вы знаете, что это растение великолепно утоляет голод. Дальневосточные охотники, когда идут в долгий поход за добычей, берут с собой горсть вот таких ягод. А что же нам с вами делать в саду? Мы же на охоту не ходим. Конечно же, наслаждаться не только вкусом этой терпкой ягоды, но еще и красотой, потому что многие выращивают это растение как декоративную красивую лиану. Китайским лимонником можно украсить беседку, арку, перголу, то есть все, что вам интересно, или задекорировать забор. Итак, как сажать китайский лимонник? Яму, конечно, лучше подготовить заранее. Во-первых, время посадки. Сажать можно, если вы растение приобретаете в контейнерах, то сажать можно в любое время, с весны до осени. Но хорошо бы закончить посадки в октябре месяце. При посадке можно в группу добавить удобрение пролонгированного действия, и тогда растение будет развиваться очень хорошо самостоятельно. Место выбрать, конечно, лучше на солнышке. В среднем урожайность куста 3-5 кг. Но если в тени вы его посадите и в полутени, то урожайность существенно снижается. Растение любит достаточно хороший полив, но без заболачивания почвы. Все должно быть умеренно. Конечно, плохо будет расти в таких глубоких глинистых почвах. Можно добавить, если у вас глина, песочек, торф, перегной, и растение будет великолепно себя чувствовать. Позаботьтесь о себе, наслаждайтесь красотой растений, кушайте вкусные ягоды китайского лимонника, получайте от жизни все удовольствия, хорошего вам настроения. До новых встреч!